8 марта в Сургутском центре охраны материнства и детства родились 12 девочек и 8 мальчиков. В этот праздничный день на смену заступила старшая кушерка Ольга Поплавская. При ее непосредственном участии в Сургуте на свет появились тысячи младенцев. Верность опытный медик хранит не только профессии, но и городу, сургутскому перинатальному. 43 года она работает в одном учреждении. И даже спустя четыре десятка лет, казалось бы, ко всему привыкнуть можно, но каждому малышу специалист радуется, разделяя слезы и счастье с мамами. Сейчас Ольга Поплавская передает свой колоссальный опыт молодым сотрудникам. Ольга Мануиловна подготовила для Центра охраны материнства и детства свыше полусотни квалифицированных акушерок. Ее главный вектор в работе – выстроить психологический контакт с роженицами. Карина Алексанян пообщалась с Ольгой Поплавской и с первых уст узнала, как женщина выбрала профессию, ставшей для нее делом всей жизни. В 1980 году молодой специалист Оля Поплавская пришла работать в родильное отделение тогда еще медико-санитарной части производственного объединения «Сургутнефтегаз». Сегодня стаж Акушерки, 43 года. Все. Ольга Мануиловна трудится в нашем перинатальном центре. Да, у меня одна запись в трудовой книжке, только у меня запись в перенименовании организации. А так вот я 43 года проработала в одном центре, в одном здании. И еще мне характерно с Ларисой Дмитриевной Белоцерковцевой. Изначально, как я приступила, 43 года, мы так с ней вместе работаем. Желание стать помощницей для будущих мам возникло у Ольги Мануиловны еще в школе. В выборе будущей профессии была уверена благодаря жизненному опыту. У меня признание было новорожденным, потому что одна соседка родила, а другая соседка. Я вот бегала к ним, помогала, ухаживала. И у меня такая ассоциация была. После 10 класса точно пойду учиться на Акушерку. Все, потому что у меня уже практика. Ну что, мы жили в поселок городского типа, соседи. То одного пришлось как кормить ребеночка, как что. И я говорю, ну мне интересно было, я тоже к ним бегала, помогала. Ну что, я еще была девчушкой, чем мне было 17 лет. Вот, и вот поступила сразу, и вот такая ассоциация моя, что захотела в Акушерство. Не медсестру никуда, а в Акушерство. Помните ваши первые роды? Ой, первые роды, это было замечательно. У меня была наставница Клочко Анна. И вот она возле нее, возле ней ходила по пятам, когда что. Первые роды, у меня первородка. Три восемьсот. Я, конечно, тяжело мне было. Волновалась в первый раз. Главное, что характерно. Ни одного разрыва, ничего. И вот как вот учили нас по механизму родов вести роды. И я вот все возле нее, от нее не ходила. И три восемьсот мальчика запомнились эти роды. Это еще медсанчасти мы работали. У старшей Акушерки Центра охраны материнства и детства есть в практике случаи, когда она принимала роды сначала у мамы, а потом у ее подросшей дочери. В Сургутянке порой узнают Ольгу Мануиловну на улицах и рассказывают, как подрос их ребенок, которому она помогла появиться на свет. Ну вот у нас сотрудница, это рожала, это Лесан, она у нас работала, это стул справок. У нее сын уже в армию сходил, ему 18 лет, он ушел в армию, сейчас пришел, и сейчас они поженились. И вот, если будут рожать, придут именно к нам. Я говорю, хорошо. Есть такое выражение, что Акушерка, это вот она вторая после Бога, да? Вторая мать получается. Иногда так накатывается такой позитив, слезы, радости, удовлетворенности, что все у нас хорошо и с ребеночком, и с мамой, что они такие счастливые. И ты считаешь себя нужной в данный момент, как мама, как бабушка. Иногда так накатываются слезы радости. Задача Акушера – вести беременную на всех этапах родов. Медик отвечает и за женщину, и за малыша. Измеряем давление, температуру, мониторинги. Через каждые три часа мы измеряем температуру, давление. Когда идет что-то не то, как-то не по плану, что-то где-то начинает урежение с ребеночка, мониторинг начинает урежаться. Мы немножко так построже. Ну-ка, Татьяна, тушься, это твое детенок, он дает себе всю жизнь, давай, давай, тушься. И она тогда себя берет в руки, роженица, и тогда уже вместе с нами активно работает. И рождаются хорошие дети. Таких проблем у нас не было. Просто надо ее сказать, что построже немножко. Вот, и все. И они идут хорошим, и понимают. А потом мы их обнимаем, целуем и вместе плачем. А было ли когда-нибудь такое, что в честь вас называли ребенка? Да, и были, вот, были. Скольким маленьким югорчанам помогла появиться на свет, точно сказать сложно. Ольга Мануиловна признается, сначала было вела подсчет, а потом сбилась, говорит, это сильно много. Когда начинала работать, за сутки могла принять и по пять новорожденных. Мы начинали работать, у нас было предродовое. В этой предродовой семь человек лежало, и три родзала. Женщина заражает, мы ее вот из предродовой, которая у нас со всеми лежит, переводим в родзал, чтобы это рожать. Потом она у нас лежит два часа в родзале, потом переводим в палату. Сейчас в данный момент все индивидуально. У нас сейчас есть все оборудование. Мы сейчас не носим с одного родзала в другой родзал оборудования. Оно все на месте. Вы сами видите, давление измеряется, мониторинги, капельница нужна будет, индивидуальные столы, вот все. Женщина находится одна. Ольга Поплавская уверена, главное – правильно выстроить психологический контакт с роженицей, чтобы будущая мама доверяла акушерке и слышала советы бригады медиков. Ты спрашиваешь, вам как лучше обращаться? Татьяна Ивановна? А она говорит, лучше Татьяной. Вот контакт вот такой. Тогда если Татьяна, тогда Танюшка, ты начинаешь уже миленькая, хорошенькая, заячка и все прочее. Вот эти ласковые имена, они сильно хорошо адаптируются. А потом, когда они рождаются, ой, это было счастье. Самые необычные роды у нашей героини случились в начале акушерской практики и вне стен больницы. Я только начала работать, это мне было, наверное, 24 года, я, этот, меня в поезде ехала, в поезде, и мне говорят, кто из акушерки есть, в поезде ехать. Вот я пришла, и вот мы роды приняли, как раз врач был там на поезде, и я, как акушерка, приняла роды. Ниждевартовск, Свердловск, это все, это давно мне было, 22-24 года. Как обычно у нас, у них там есть и ножницы, есть бинты и все. А потом мы как раз подъехали к Тобольску и все. То есть она быстро получилась, стремительная? Да, стремительная, и как раз мы подъезжали к Тобольску, забрали все, мы укутали все. Перерезали? Да, все. Так все было, все. Она была благодарна? Да, была благодарна, все. Еще это первое время она еще созванивалась, говорила, что спасибо большое. Ольга Поплавская была в составе команды специалистов, которые приняли первые роды в новом здании Центра охраны материнства и детства в декабре 2021 года. Среди многочисленных заслуженных наград старшей акушерки знак отличника здравоохранения и почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ольга Мануиловна сейчас обучает молодых специалистов. Для перинатального центра Ольга Поплавская уже подготовила больше 50 акушеров и сама продолжает быть проводником в материнство. Карина Алексанян, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».